МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро первые новости города в студии Дарья Гзюнова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Севастополе продолжается борьба с незаконными свалками строительного мусора. Для борьбы с правонарушителями власти внедряют все более жесткие меры наказания. Власти Севастополя высадили новые деревья на улице Советской. До конца недели работы по озеленению будут завершены. Современные остановочные павильоны, новые тротуары, разметка и камеры фотофиксации. Севастопольский железнодорожный вокзал готовит к встрече в поездов. В Севастополе подвели итоги благотворительной акции «Подари ребенку сказку». Первые шаги на пути к большому спорту в Севастополе встретили День хоккея. В воскресенье на улице Советской появилось 25 новых деревьев. Растения высадили взамен старых, от которых избавились во время реконструкции улицы. Озеленением Советской занялись лично временно исполняющие обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев и депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов. В воскресенье севастопольские власти и общественники приступили к озеленению улицы Советской. Во время реконструкции этой территории рабочим пришлось избавиться от ряда старых и больных растений. Чтобы восполнить потерю, был разработан дендроплан, согласно которому на Советской появятся именно те породы зеленых насаждений, к которым привыкли местные жители. Акации, сафоры, магнолии, юки, гибискусы и можжевельник. По сути дела, то, что случилось сегодня и вот в эти месяцы на улице Советской, это новая глава истории Севастополя, потому что все, что можно было сохранить на этой улице зеленых насаждений, все сохранили, все, что пришлось снести, к сожалению, снесли, но посадили деревья новые. И вот даже за моей спиной остались все деревья, которые, судя по всему, сохранились в Севастополе с до военного периода. Это очень важно. План посадки деревьев был составлен так, чтобы растения не мешали друг другу. Вокруг саженцев поставили оттяжки, которые позволят им укорениться. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев оценил результат строительных работ на улице Советской. В целом результатом я доволен. Конечно, еще буду следить, чтобы все доделали, не бросили там маленькие нюансы. Сейчас мы пойдем еще посмотрим, около школы там все-таки ставить ограждение или нет. Потому что здесь было принято решение не закрывать заборами тротуарную часть, потому что сразу улица терялась, сжималась. И вот эти вот маленькие некрасивые заборчики, они уродовали архитектуру. А вот, ну, конечно, там где-то требуют вопросы безопасности детей. Сейчас еще раз посмотрим с коллегами, примем решение. Сейчас капитальный ремонт улицы Советской практически завершен, а ее озеленение продолжается. Всего взамен вырубленных растений на улице появится 78 деревьев и более 30 кустарников. Новые посадки украсят Советскую до конца недели. Екатерина Решетникова, Севинформбюро. Малые архитектурные формы, элементы городского благоустройства, созданные в 50-х годах прошлого века, на Большой морской будут воссозданы в историческом виде. В этом журналистов телеканала НТС заверил сооснователь Московского архитектурного бюро «Ваухаус», которое выполняло концепцию реконструкции Большой морской для Севастополя Олег Шапиров. Проектировщики и исполнители реконструкции намерены изменить качество элементов уличной архитектуры, но не ее наполнение. Подпорные стенки где-то, если это необходимо, разбираются, очищаются от этой бескочисловой штукатурки и устанавливаются такими же. Они даже обмеряются, и этот диаметр этого шара измерился, теперь его где-то там отливают, известно где, там в Москве отливают из арх бетона, и в общем это все будет установлено. 70 лет назад центральную улицу строили гениальные советские архитекторы. Однако строить приходилось в 50-е годы из того, что имелось под руками, поэтому не все материалы сумели противостоять времени. Сегодня же архитекторы и строители имеют возможность работать с материалами совсем другого уровня и качества. Часть из подпорных стенок была сделана из инкерманского камня. Часть из них заштукатурена, и внутри инкерманский камень это вообще-то известняк, ну вид известняка. Сделали его, ну потому что он местный, не потому что он идеальный строительный материал. Там чаще всего он вообще-то в каком-то довольно плачевном состоянии. А где-то, например, там где кинотеатр, там есть бутовая кладка, там тоже на германский камень, он, конечно, сохранится. То есть там выходят инженеры, они смотрят, это вскрывается, и вот там он будет сохранен, очищен, там зафиксирован, да, там, этими всякими растворами. Когда мы очистим камень, его надо будет лучше покрыть гидрофованным таким защитным слоем. По мнению Олега Шапира, сейчас актуальна не только задача возвращения улицы исторического облика. Очень важно, чтобы этот возрожденный вид не подвергался в дальнейшем бездомным изменениям. Для этого нужно принять дизайн-код, свод правил, который регламентирует размещение на домах рекламы и вывесок. Задача по разработке дизайн-кодов станет перед исполнительной властью Севастополя. В концепции оговаривают, что это должно быть, но это отдельная задача, которую должна принять администрация города, которая принимается везде, так называемый дизайн-код. Москва это тоже сделала не так давно. Это довольно затратное для администрации волевое решение. То есть вы должны взять и сказать, что все, что здесь висит, всем снять. Внешний вид фасадов в том числе зависит и от отношения к дому проживающих в нем людей. Дизайн-код будет предполагать строгие требования к облику балконов, террасы и других архитектурных элементов. Дома на Большой Морской сегодня увешаны кондиционерами и спутниками-тарелками. Люди, не стесняясь, грубо изменили исторический облик балконов, террас. Первые этажи зданий на Большой Морской исторически заняты коммерческими объектами. Принятие регламента заставит в том числе и собственников-бизнесменов соблюдать нормы размещения рекламных объявлений и вывесок, которые ожидаемо должны стать меньше и незаметнее. Мы говорим, что вывески могут быть такого-то размера, не выше такой-то территории и так далее. Они могут быть регламентом для исторического центра и регламентом для новых застроек. И дальше вы во время ремонта фасада счищаете это дело. А, собственно, за свой счет делает в связи с этим свою регламентную табличку. И кто-то из администрации, главный художник города, если есть такой, или в управе кто-то, административный отделение лично хорошо знает, подписывает это дело. В связи с его таким брендбуком, где там правила написаны. Это надо сделать. Генеральный план проекта реконструкции Матросского бульвара утвержден и реализуется без каких-либо дополнительных изменений. Такое заявление сделал главный архитектор проекта Дмитрий Прокофьев. Он отметил, что одним из главных достижений последнего времени стало возвращение городу участка с руинами бывшей бильярдной. Территория ранее находилась в частной собственности, следовательно, работы там вести было нельзя. Правительство урегулировало вопрос. Теперь на месте развалин появится пешеходная аллея, которая соединит Матросский бульвар и Синопский спуск. Если этого соединения между Матросским бульваром и Синопским спуском не будет, то, конечно, мы не сможем замкнуть центральное пешеходное кольцо, которое начинается на Приморском бульваре и должно вывести нас на проспект Нахимова. И, конечно же, структурно, градостроительно это очень важное соединение. Дмитрий Прокофьев также отметил, что опасения по поводу дальнейшей судьбы Матросского бульвара и возможного срыва реконструкции остались в прошлом. Теперь проект ощущает необходимую поддержку и содействие со стороны власти. Инициаторы, благотворители этого бульвара, они очень твердо смотрели в будущее и были уверены в том, что доведут свою работу до конца. Власть сегодня смотрит в сторону Матросского бульвара и помогает как и административно, так и участвует в обсуждениях тех или иных решений. То есть сейчас все эти вопросы административные, так скажем, они все ушли уже на второй план. На то, чтобы исправить ошибки, унаследованные Севастополем от экс-губернатора Овсянникова, городу потребуется время и серьезные деньги, констатирует член Совета Федерации Федерального Собрания России Екатерина Алтабеева. Сенатор подчеркнула, к нынешним трудностям севастопольцы должны отнестись с пониманием и дать новому руководству города время на то, чтобы исправить ошибки своих предшественников. Ведь городские дела были переданы новому главе фактически в очень запущенном виде. И провалы предыдущего руководителя все продолжают неожиданно открываться в совершенно разных сферах. Дело не в том, что у нас опять неэффективная команда, как некоторые пытаются говорить, а дело в том, что у нас еще очень мало времени прошло. Одновременно нужно было складывать команду и команду не только в законодательном собрании, но и в исполнительной власти. Это тоже процедура, на которой нужны были время и силы. По мнению Екатерины Алтабаевой, нынешнему главе города сейчас необходимо вернуть интерес подрядчиков к севастопольским конкурсам на строительство объектов. Исполнители, уже выходя на стройку, сплошь и рядом сталкивались с некачественным проектированием. Из-за этого появлялась масса дополнительных незапланированных работ. Срывались сроки исполнения контрактов, а это не устроит ни одного строителя. Чтобы исполнители не игнорировали севастопольские конкурсы на строительство необходимых городу объектов, нужно провести большую и тщательную работу. Если есть уже проекты, и под эти проекты выделены бюджетные средства из федерального бюджета, то перепроектирование тоже стоит огромных денег. Это нужно согласовать, на это нужно получить разрешение, нужно обосновать, почему тот или иной проект не актуален или недостаточно будет корректен. А затем только можно перейти к строительным монтажным работам. Сенатор также заявила, что готова оказывать городу всю возможную поддержку на федеральном уровне. И полномочия есть, и возможность есть. Так что, я думаю, это просто святая обязанность. Полную версию беседы с членом Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Екатериной Алтабаевой смотрите в программе «Актуальное интервью». Севастопольский железнодорожный вокзал готовят к встрече первых поездов. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства города в понедельник, 16 декабря, рассказал исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков. Телеканал НТС неоднократно рассказывал о плачевном состоянии остановок в районе вокзала. Ранее в Департаменте транспорта нам сообщили, что до конца года на улице Портовой появится современный транспортный комплекс, умные остановки с Wi-Fi, картами, схемами движения общественного транспорта, потолочным освещением и транспортной навигацией. Сейчас, по словам Исакова, остановки общественного транспорта рядом с вокзалом отремонтировали. Тротуары сделаны по обеим сторонам от остановочных пунктов. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию тротуаров, где съезд, где брусчатка, непосредственно съезд к автовокзалу. Разметка обновлена и в ближайшие дни установим еще дополнительно камеры фотофиксации для обеспечения безопасности дорожного движения. Вице-губернатор Денис Солодовников поручил восстановить разметку на дороге в районе вокзала и заранее установить дорожные знаки, чтобы водители успели привыкнуть к новому движению. Один из остановочных павильонов у вокзала находится в виде несевавтодора, второй – частная собственность. Владельцу поручили провести его в порядок. Если хозяйствующий субъект на противоположной стороне окраску произвел ограждение, значит, вентканал должен выпрямить, крыша почищена, газопровод выкрашен. У нас осталась подпорная стена. В Севастополе продолжается борьба с незаконными свалками строительного мусора. Несмотря на совместную деятельность общественников и властей, в городе Герой регулярно появляются новые горы бетона, асфальта и грунта. Чтобы прекратить экологические правонарушения, власти внедряют все более жесткие меры наказания. В Севастополе идет активное строительство. Появляются новые дома, реконструируются улицы и парки. Однако не все предприятия утилизируют строительный мусор должным образом. От балки в районе территории компании «Стальмонтаж» не осталось и следа. Теперь на ее месте – насыпи грунта в перемешку с бетоном и асфальтом. Буквально через забор стоит дробилка, которая должна перерабатывать строительные отходы для их дальнейшего использования. Но недобросовестные строители предпочитают сгружать мусор на городскую территорию. Мы в пятницу только находились на этой точке. Они заезжали на территорию, фактически на городскую территорию, и сгружали строительный мусор прямо в балку. Сейчас въезд в эту территорию перекрыт. На въезде высыпано несколько автомобилей грунта, чтобы предотвратить въезд на эту территорию. Но лица, которые были замечены на этой территории, нас обнаружили. Таким образом, они перестраховались о том, чтобы они не были привлечены к ответственности. Еще одно место, которое облюбовали мусоровозы со строительными отходами – Инкерманский карьер. Раньше здесь добывался камень для строительства, но сейчас карьер не функционирует. Зато недобросовестные застройщики нашли ему другое применение. Дорога, по которой раньше ездили самосвалы, полностью засыпана отходами четвертого класса опасности. На этой точке уже неоднократно севприроднодзором, департаментом городского хозяйства были обнаружены нарушители, которые ссыпали сюда строительный мусор. Здесь же был арестован один из самосвалов. Это первый ряд самосвалов, который был в ходе борьбы со свалками строительного мусора. Тем не менее, застройщики, перевозчики продолжают сюда свозить строительные отходы. Такая тенденция прослеживается по всему городу, говорят общественники. Несанкционированные свалки обнаруживаются, после чего строительный мусор начинают свозить в другое место. Экология Севастополя наносится огромный вред. После ликвидации свалки для восстановления природе потребуется не менее трех лет. Для того, чтобы предотвратить нарушения, власти города постоянно ужесточают меры наказания, арестовывают грузовики, накладывают штрафы и заставляют нарушителей выплачивать компенсацию. На последнем заседании комитета по градостроительству законодательного собрания было принято решение ужесточить меры в плане тех лиц, которые были выявлены в нарушении законодательства природоохранного, привлекать их к утилизации свалок за собственный счет. Более того, по словам общественников, на ряде объектов речь идет не только о нарушении правил утилизации строительного мусора, но и о нецелевом использовании земли. Информация об обнаруженных объектах будет передана для реагирования Департаменту городского хозяйства и Севприроднадзору. Екатерина Решетникова, Дмитрий Лелека, Севинформеро. Руководителя управляющей компании УК Игоря Валюса уволят за дерево, упавшее на детскую площадку. Об аварийном случае, едва не закончившемся трагедии, телеканал НТС рассказывал 30 ноября. Директор управляющей компании будет уволен за бездействие, сообщил на аппаратном совещании в правительстве города, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он напомнил, что обслуживающая организация уже лишилась заместителя директора. Общество с ограниченной ответственностью УК наказано за то, что ее сотрудники не обеспечили безопасность во дворе дома номер 113 по улице Хрусталева. Подготовлено заявление, одобрено на увольнение, сейчас исполняет обязанности на период выхода руководителя, он сейчас на больничном, и соответственно он тоже в дальнейшем будет увольнен. При этом обеспечены мероприятия для недопущения падения второго дерева, то есть кронирование произошло и укрепительные мероприятия тоже выполнены. Напомним, 30 ноября огромный кипарис упал на детскую площадку во дворе дома номер 113 по улице Хрусталева и повредил припаркованный поблизости автомобиль. Незадолго до происшествия жители обращались в управляющую компанию, однако никаких действий не последовало. Директор обслуживающей организации, за бездействие которой во дворе упало дерево Игорь Валес, бывший депутат законодательного собрания Севастополя. Об итогах работы прокуратуры города мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». За рабочую неделю с 9 по 13 декабря надзорное ведомство провело 41 проверку исполнения действующего законодательства. По материалам прокурорских проверок следственные органы возбуждены два уголовных дела. Прокуроры приняли участие в 205 судебных заседаниях. Для разрешения надзорное ведомство поступило 464 обращения граждан и юридических лиц. О некоторых из нарушений, которые удалось пресечь, мы рассказываем в коротком обзоре. К административной ответственности привлечен сотрудник Севприроднадзора. Начальник отдела геологического надзора, надзора за земельными и водными ресурсами, Государственной экологической инспекции нарушил законодательство в сфере защиты прав предпринимателей. В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения в части своевременного внесения информации о проводимых проверках, а также о их результатах в единый реестр проверок. Таким образом, предприниматели не получали важную информацию, которая должна была предоставляться чиновниками. Природоохранная прокуратура завела дело на правонарушителя. Заместитель председателя Совета Орлиновского муниципального округа нарушил законодательство об органах местного самоуправления. Установлено, что должностными лицами Совета Орлиновского муниципального округа указанные обязанности в полной мере не исполняются. Так, ряд муниципальных нормативно-правых актов в соответствующий регистр муниципальных нормативно-правых актов, который ведет правительство Севастополя, направлены не были. Прокуратура Балаклавского района возбудила дело об административном правонарушении. Мировой суд признал должностное лицо виновным. Общество с ограниченной ответственностью благоустройства города Севастополя должным образом не рассматривал обращения граждан. Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов проигнорировал 7 заявлений граждан о перерасчете за предоставленные услуги. По результатам проверки прокуратуры в адрес ООБГС внесено представление об устранении нарушения закона. Документ прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Нарушения устранены. Заявителям даны ответы по существу. Виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности. Выплаты приемным родителям в Севастополе увеличатся в 2020 году. Правительство Севастополя приняло постановление об индексации ежемесячных пособий семьям, взявшим детей под опеку, передает Пресс-служба исполнительного органа власти. Далее цитата. Размер вознаграждения приемным родителям за второго и более детей индексируется на 5,8%. За каждого следующего ребенка свыше семерых размер вознаграждения увеличивается на 10% от размера денежных средств, установленных за воспитание одного ребенка. Кроме того, на каждого ребенка выплачивается по 17 тысяч рублей на его содержание, сказала директор Департамента образования и науки и правительства Севастополя Елена Богомолова. В следующем году размер выплат вознаграждения приемным родителям составит на одного ребенка 12 130 рублей, на двух детей 12 991 рубль, на трех детей 14 172 рубля, на четырех детей 15 353 рубля, на пятерых 16 533 рубля, на шестерых 18 980 рублей и на семерых детей 21 456 рублей. Разгромленное помещение общественной организации «Особые дети» на улице Павла Карачагина 34 отремонтируют в начале 2020 года. Власти Севастополя уже начали приводить в порядок залы, в которых вандалы устроили погром. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания правительства города в понедельник. Часть работ выполним до конца года, остальную часть выполним за два месяца Нового года. Там полностью ремонт всего помещения будет? Да. Напомним о погроме в едва отремонтированном помещении общественной организации «Родители детей-инвалидов. Особые дети» стало известно неделю назад. В социальных сетях появились фотографии последствий пребывания в помещении незваных гостей. Изродованный гипсокартон, разбитая плитка, вырванные розетки и трубы. Позже стало известно, что помещение разгромили местные подростки без особых причин. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству помочь с ремонтом. В Севастополе подвели итоги благотворительной акции «Подари ребенку сказку». С 10 ноября у каждого жителя нашего города была возможность порадовать детей, которые остались без попечения родителей новогодним представлением. Больше месяца все желающие покупали билеты на новогодние представления в Театре имени Луначарского и оставляли их в специальном сказочном сундучке. Организаторы рассказали, что благотворительная акция в Театре проходит уже пятый год подряд. В этот раз подарить ребенку сказку захотели и жители Москвы, Санкт-Петербурга и даже Владивостока. Сделать новогодние праздники для детей-сирот, особых детей из малообеспеченных семей по-настоящему волшебными. Такую задачу поставил для себя коллектив Театра имени Луначарского. Благотворительной акции «Подари ребенку сказку» уже пять лет. Организаторы рассказывают, что идею подал случайный зритель. Он пришел и купил билет, оставил его в кассе для любого ребенка, который не может себе, родители которого не могут позволить себе ребенку по тем или иным причинам купить билет. И вот эта акция родилась из этого доброго поступка. Мы предложили севастопольцам купить билет, тем, кто имеет такую возможность, располагает такую возможность, и оставить в специальном таком небольшом волшебном сундучке билет для ребенка, у которого нет мамы и папы, билет для ребенка, который остался без попечения родителей. Аксинья Норманская с радостью сообщает, что в этом году к благотворительной сказке подключились поклонники Театра Луначарского из других городов России. И вот в этом году у нас акция вообще переросла масштабы Севастополя. Наши театральные зрители, наши поклонники, сейчас я попытаюсь вспомнить все города из Новосибирска, из Воронежа, из Ярославля, Санкт-Петербург, Москва, очень много билетов купили электронных. И даже из Владивостока наши поклонники, которые были летом в нашем театре, поучаствовали в этой акции и купили очень-очень, приобрели очень-очень много билетов. В торжественной церемонии передачи сундука с билетами в сказку приняли участие и представители правительства, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе, а также главный волшебник Дед Мороз. Возвольте нас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого-самого лучшего, счастья, добра, удачи, здоровья и долгих для жизни. Волшебник распечатал сундук с билетами, а дальше их передали представителям городских домов-интернатов. Я считаю, что действительно акция замечательная, добрая и подобный вот такой посыл, призыв, ведь это же по сути посыл ко всем севастопольцам. Ты можешь прийти в театр и приобрести билет для ребенка, который в этом нуждается, для того, чтобы потом эти билеты действительно распределить среди тех детишек, у которых подобной возможности нет. То есть вот дарить добро, создавать чудеса, это замечательно, когда мы можем действительно это сделать. А плюс ведь это же еще объединяет всех нас. Кому как неуполномоченному знать, сколько деток в городе Севастополе нуждается в том чуде, новогоднем чуде, которое сегодня запустили луначарцы. Я уже не первый год как уполномоченный принимаю участие в данной акции и скажу, что ребята очень рады, когда им вручаются билеты на бесплатное новогоднее представление. Так было в прошлом году, так будет в этом году. И самое главное чудо – делать добро. Уже в конце недели дети увидят новогоднюю сказку «Щелкунчик». Но на этом благотворительная акция не заканчивается. Начиная с 16 декабря в кассе театра можно будет положить в новый волшебный сундучок билеты в дар на все сказочные представления со 2 по 12 января. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севенформбюро. Купить елочную игрушку и помочь Дому солнца. Севастопольцев приглашают на предновогоднюю ярмарку. 22 декабря в Дворце культуры рыбаков общественная организация представит изделия из керамики, шерсти, дерева и стекла, которые воспитанники объединения инвалидов с детства и членов их семей сделали своими руками. Игрушки авторской разработки станут изысканным дополнением главному символу Нового года, а все вырученные средства пойдут на поддержку центра. Это будут различные ангелочки, снеговички, яблочки, то есть это елочные игрушки, какие-то предметы интерьера, новогодние. Это будет посуда, которую мы делаем в нашей керамической мастерской. То есть благодаря грантам мы не только обеспечиваем зарплату, мы очень хорошо усилили свою материально-техническую базу. То есть у нас есть гончарный круг, у нас есть печка для обжига, мы делаем там обжиг как керамики, так и стекла. То есть у нас есть стеклянные изделия. Свою деятельность организация начала еще в 2000-х. Сейчас в Доме солнца работают ремесленные инклюзивные мастерские. Реализуется программа учебное сопровождаемое проживание. Людям, которым нужен особый уход, помогают не только адаптироваться к жизни в обществе, но и учат самостоятельно за собой ухаживать. Сейчас у Дома солнца нет регулярного финансирования. Он существует за счет грантов и субсидий. Именно поэтому участие в предпринимательских ярмарках так важно для организации. Это называется компенсация за оказание социальных услуг. Ее могут получать в том числе НКО. Мы обращались, естественно, неоднократно. Но дело в том, что то, чем занимается Дом солнца в течение 15 лет, не является социальной услугой. То есть эта деятельность не включена в перечень социальных услуг в городе Севастополе. И мотивируется это тем, что у нас на это просто нет денег. О том, насколько в Севастополе развита помощь особенным людям и чем родителям детей-инвалидов грозят новые поправки к закону о правах недеспособных граждан, подробнее в программе «Актуальное интервью». Севастопольскому академическому театру танца 20 лет. За эти два десятилетия он стал одной из визитных карточек культуры города. По случаю юбилея в театре прошли праздничные вечера. Как и в любой вечер, в этом зале – аншлаг. Без полного зала зрителей за 20 лет работы Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, кажется, не обошелся ни один спектакль. Поздравить коллектив с юбилеем собрались любители его творчества, многочисленные друзья и единомышленники. Среди поклонников творчества театра танца и глава города Михаил Развожаев. Это единственный в мире театр, который свое творчество основывает на лексиконе байдного танца. Мне особенно приятно, вот сейчас, наверное, сложно поверить, но когда я был школьником, со 2-го по 10-й класса занимался байдными танцами. Прекрасно понимаешь, что такое чисто паркета, какое-то замечательное действие, которое наполняет душу танцоров и тех, кто смотрит за искусственной радостью. В программе вечера лучшие номера, которые появлялись в репертуаре театра танца в разные времена. Реализовали артисты и совместную задумку со своими друзьями – коллективом ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Пришла такая совершенно безумная идея поменяться местами и отдать возможность танцевать вальс артистам балета ансамбля Черноморского флота, а наш флотский номер станцевать артистам Севастопольского академического театра танца. Решили попробовать, получится ли, не получится, но сразу стало понятно с первой репетиции, что проект состоится, потому что ребята с таким воодушевлением приняли эту идею. Когда еще им сказали о том, что давайте уделаем черноморцев по полной схеме, они просто с радостью, на таком драйве, на хорошем запале, с такой мощной, достаточной энергетикой, с первой же репетиции стали принимать движение и по сути мы номер сделали за две репетиции. Идеально отточенные постановки театра танца – результат ежедневной, тщательной работы коллектива. Сегодня в нем больше 50 артистов. Вместе объездили с гастролями Европу и Азию, становились победителями многих международных соревнований. Но танцевать в свой юбилейный вечер, говорят, еще как волнительно. Что видит зритель, на самом деле, это лишь вершина айсберга. Проделана большая работа по подготовке к этому юбилею. Спасибо всем за поздравления, мы готовы для всех творить. Спасибо, что нас поздравляют и другие коллективы. И так много полный зал, мы второй день танцуем. Полный зал для нас это что-то нечто, гордость и желаем творить дальше. Для меня сегодня очень такой торжественный, важный концерт, потому что я отработала здесь 20 лет с самого основания театра. Меня переполняют эмоции, на самом деле, мурашки по коже, потому что, честно говоря, не верится, что прошло уже 20 лет в любимых стенах театра. Празднование 20-летия совпало и с официальным закрытием Всероссийского года театра. Он для севастопольского театра танца выдался насыщенным. Непрерывная череда спектаклей, гастроли, премьеры. Не хочется, чтобы он заканчивался. И очень хорошо, что два празднования в одном, потому что вроде слово «закрытие» как бы говорит о каком-то финише, но нет, юбилей, настрой, энергетика от артистов говорит о том, что праздник не заканчивается, и искусство театра, оно будет продолжать радовать севастопольцев и последующие годы. Юлия Баузькова, Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севенфорумбюро. Перейдем к спортивным новостям. Первые шаги на пути к большому спорту. В Севастополе встретили день хоккея. Праздник для детей, хоть и с небольшим запозданием в России, его отмечают 1 декабря, организовал местный клуб «Черноморец». На парковке торгово-развлекательного центра «Муссон» в субботу они провели для юных севастопольцев спортивный конкурс. Вместо шайбы, теннисный мяч, да и вратаря на миниатюрных воротах нет, но он здесь и не нужен. Перед организаторами праздника нет задачи создать атмосферу хоккейного матча. Упор делается на отработку базовых элементов этого вида спорта, с исключением, пожалуй, самого главного. На коньки здесь никто не встает. А вот взмахи клюшки не прекращаются ни на минуту. Удар за ударом, мальчишки и девчонки набираются опыта и желания выйти на каток. Пройти три испытания, и после этого будет последнее испытание, и получится какой-то приз. Надо попасть как в боулинге. Три бутылки сбить, и получаешь штамп. Помогают юным севастопольцам игроки хоккейного клуба «Черноморец». Такой акции. Они хотят привлечь детей к занятиям этим видом спорта. Мы в рамках данного мероприятия готовы объявить, что громко в городе Севастополе есть хоккей. И мы ждем всех желающих, как детей, так и взрослых, заниматься этим видом спорта. О том, почему стоит заниматься именно хоккеем, детям рассказывают не только игроки-черноморцы, но и мамы тех, кто принял решение встать на лед и связать свою жизнь с этим видом спорта. Мы очень довольны клубом. В клубе очень профессиональные тренера, чувствуется подготовка. Атмосфера в клубе очень дружественная. Мы ездим на разные, так сказать, экскурсии, мероприятия, пикники, поездки на море. Поэтому дети между собой очень уже дружны. Кирилл Попов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. И в завершении выпуска о погоде. По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 17 декабря, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, днем плюс 13. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей, 7 мальчиков и 4 девочки. На сегодня это все. Связаться с редакцией вы можете по телефону городской 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.